там по плану какой номер один светлая светло на тропинке светло на тропинке хорошо это проект является почкой общего проекта которым я работаю больше двух лет солнечные батареи с планарным концентратором что он подразумевает себя спланарным я тогда сделаю еще раз анонс термин что такое планарный концентратор те кто не знает то есть классическая солнечная батарея состоит из кремниевых пластинок такого примерного формата и вот это кремниевые пластинки это является самой дорогой части в солнечной батареи сейчас солнечные батареи имеет достаточно высокую цену и еще не является самым популярным продуктом в мире в россии и так далее ну что это дороже чем обычная энергетика я предлагаю уменьшить стоимость солнечных батарей за счет того что количество вот этот солнечных кремниевых пластинок будет в 7 раз меньше как это происходит но изобретенного устройства звать планарный концентратор который представляет некий кусок стеклянного стеклянного материала оптического устройства который энергию свет вкладывающую на поверхность перераспределяет два противоположных торца и фото преобразователь ставится только в торцы собственно говоря таким образом отношение площадей составляет 1 14 учитывая что две поверхности то получается в 7 раз осуществляется концентрирован солнечной энергии в результате уменьшается используем драгостоящего кремниевых пластинок преобразователь что должно приводить в два три раза к снижению стоимости вся эта идея планарного концентратора она постепенно развивается уже больше двух лет я активно над ней работаю и сейчас уже мы там находимся на стадии перевода на международное патентование данного изобретения но денег на конкретный прототип который бы работал и демонстрировал эффективность пока еще нет рискать не существует еще этого прототипа и поэтому в том числе нет денег на один из вариантов но в процессе работы там существовало десятки может быть разных технических решений и одно из технических решений вот сейчас я хочу воплотить более простом проекте который называется светло на тропинке то есть что предлагается предлагается на одной из тропинок академгородка на одной из темных тропинок академгородка где очень неуютно и некомфортно но ходят люди поставить светодиодный фонарь который будет запитываться автономно солнечной батареей но чтобы не развить как говорится там два зайца попытаться убить с одной стороны развить собственный проект солнечная батарея будет изготовление собственного то есть я хочу протестировать один из одно из технических решений на данном проекте но все остальное будет закупаемо и приобретаемо второе то есть где финансирование осуществляется финансирование предлагается использовать народный сбор денег то есть так называемый крансерсинг английской версии в российском варианте это называется с миру по нитке толпа ресурс а колпа ресурсы ну да толпа ресурс то есть просто есть сайт с миру по нитке которые собственно на котором этот проект сейчас будет выставляться и сколько денег 80 тысяч рублей да сколько это будет один столб один это хороший вопрос это один из вопросов который надо прорабатывать в плане того что на сегодня что там четыре раза дороже чем абсолютно но не вопрос не всего лишь то есть это но собственно говоря запустил собственно говоря там на самом деле идея то в чем в том что верить сказать есть техническое решение которое посуществляет концентрацию на уровне там двукратной концентрации она более просто или менее сложное изготовление его можно изготовить ну в рамках усилий так потратив мне лично потратив там около 30 тысяч рублей все остальное это комплектация вся остальная вот собственно говоря вот это будет тестовый образец на котором будет параллельно работоспособность солнечной батареи нового типа с планарным концентратором а все остальное стандартно а мощность какая будет можешь нарисовать его вот так вот примерно как он будет ну как он будет это в принципе берет я кстати уже ездил на встречу с представителями завода лампириус который осуществляет изготовление светодиодных эпоксисов и фонарей любви богема но я общался с директором по разработке поэтому лёва был посредником собственно говоря вот столб тут висит примерно один квадратный метр блокировался ну может быть даже чуть больше метр тире полтора квадратного метра солнечной батареи где-то внизу или здесь же где-то наверху установлены аккумуляторы энергия поступает в аккумулятор и потом вечером отдается светодиодный фонарь для прикола или для интереса предполагается что сюда можно поставить не очень дорогой в принципе удовольствие видеокамеру поставить джем модем который будет транслировать во-первых саму картинку кто здесь ходит на сайт вы можете посмотреть что фонарь светит что тут идут люди если будут в этот момент воровать она заснимет тех кто это делать да это один из пунктов который как раз был под спудной и думалось о том что вот некая система безопасности обеспечивается второе в принципе она будет демонстрировать погода там солнечная или ну понятно ну ладно давайте закругляйтесь то что я уже пиарную идею на самом деле этот формат это чистый пиар то есть собственно говоря проверить свое изобретение но на самом деле есть два проверить изобретение и раскрутить пиар то есть меня на самом деле нужно продвинуть стандартная батарея сколько будет стоить стандартная батарея будет стоить двенадцать тысяч фонарион с коммуникатором все это будет в комплекте 70 тысяч а с твоей 80 с моей 80 ты где-то я сейчас позову тебя возьмут только не на тропинке поставят все 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 а до это система слежения для дач но не вопрос вопрос том что украдут на самом деле два вопроса то есть во первых это я тестирую техническое решение во вторых я хочу запустить человеческую волну мне очень интересно чтобы туда включилась много людей но в этом смысле пиар здесь коллеги 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 да и тут что важно во первых я хочу ну в принципе вот сайт с миру по нитке он работает а что такое с миру по нитке если спать то с королевности крах то миллион сайт с миру по нитке есть сайт с миру по нитке да я знаю знаю хорошо ты хочешь слава или денег что ты хочешь сколько столбов ты хочешь ты красивый или умный слава или денег это шоу понимаешь шоу лучше работать все оно закрытое а слава через нам чтобы деньги пришли понимаешь вот что такое первый телевизор первый телевизор который ну не знаю присутствующие здесь видели или нет черно-белые которые которые ставили пленку цветную чтобы там цвета было то есть на самом деле кто первый получил были очень богатые люди которые захотели это иметь как выпендрешь понимая а вообще придумали то советском союзе в двадцатых годах и и между прочим это не получило никакого распространения хотя могло быть дешево и сердито сделано но когда вот такие у себя чего-то поставили другим тоже захотелось и тогда это уже начало обсуждаться вот когда смотришь фильмы там для чего это рассказал я рассказываю что не нужна ему это народная тропа хотя ее нужно сделать если подождите ты чего хочешь чтобы это внедрилось и теперь что мы пришли деньги правильно это один пункт но это не главное расскажи чего ты хочешь давай чего хочешь желать больше серийное производство подожди он расскажет подскажешь подскажет не надо нет 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 на самом деле на самом деле я хочу чтобы да чтобы вот это устройство было внедрено настолько масштабно чтобы мы слезли с нефтяной иглы принципе какой с нефтяной иглы это конечная цель нефтяная зависимость чтобы перестала нить нас волновать на планете у меня нет нефтяной зависимости лично у меня нет это хорошо мы это под ноутбуком под пальмой а деньги будут капать правильно прекрасно вот вы уже когда с ноутбуком под пальмой вы же его заряжать будете а чтобы вам не бегать вы поставите солнечную батарею на него но японии уже давно не так валютарной батареи практически так я все равно не гладишь его докладчик хочет все на солнечные батареи нету докладчик очень пыталась для себя для чего мы просто очень сильно вдохновились твоим бурно россия слезла с нефтяной иглы для себя лично а для меня лично не но это это маленький подпроект большого проекта которым там ожидается доход вернее сказать ну минимум я хочу заработать на нем 10 миллионов долларов а второе это получить всемирную известность очень аккуратно я с ними я не знаю как разговаривать чтобы они не своровали ольга правильно спрашивают с умными или с красивыми то есть в любом случае в твоем проекте есть некие стадии да вот какие это стадии как ты себе видишь я увидела что в первой стадии это получить некую известность более того ты предполагать то есть я хочу чтобы ну не ты в целом я хочу разбить как три завица на отдельной составляющей то есть я правильно понимаю что ты хотел бы чтобы был фонарь который про который все узнают первое и второе для того чтобы это было ты хочешь как поиск денег использовать толпу которые скинулись тебе ради хохмы да и вот это вот посмотрели да но на самом деле еще третий пункт я в стадии многих людей нахожусь в состоянии безработного о как хорошо до сентября прошлого года поэтому получить просто непосредственный способ привлечения денег на собственную работу это один из пунктов то есть смотри то есть в этом проекте что для тебя важнее ну если по приоритетам деньги которые ты можешь него получить значит там известность которая получается или чтоб тебе люди деньги дали вот здесь непосредственно есть люди которые просто дают деньги на работу но не дают скажем так они дают деньги на на подряд чужих работ то есть не дают деньги на мою работу они как бы не готовы мне платить за то что я над этим работа они готовы чтобы я заплатил за то что сам я не могу сделать в этом смысле ну наверно деньги лично мне день за изготовление моего непосредственного изделия понятно лично тебе деньги да вот и существующих как бы ты чем услышал для тебя что-то подходит хочу услышал только то что ты говорила чем нет почему дачным дачником да не не я вообще как бы что предлагаю я знаю куда поставить этот фонарь и с кем договориться и чтобы люди шли и заказывали себе такой фонарь вот это я могу сделать вот поэтому как будут она только договориться сколько тебе ну как я пиар щек кому заказывали придут 100 человек с такими фонарями ты быстро услышишь я их но не так быстро взять надо будет наладить производство правильно нужно очередь составить нет и это будет только стимулировать вопрос вопрос в том что это короткое у нас очень долго не должна длина у нас зимой ставти тоже достаточно солнечно и место нет кстати это на голову зимой его особенность можно бы зимой ну я понимаю я знаю что самаре я уверен что на основном рельгии вот prem с wakeful имею в понимание плана ежи мой но должен работать и зимой в том году потому что а моделям быстро но я не ведь такие возможности а потребительская картикеры на punishing новые джин Wan Timo ею долга до земной темною тоже тему работ этом светло за чему работе просто где有и какой интерес появляется не зимой, а почему-то летом. Летом, потому что люди понимают, что солнца много, и они понимают, что можно собрать энергию. Один из факторов, который хочет тоже это ввести, что и зимой это можно. Зимой креативного мышления почему-то мало. Нормально. Нет, нет. В голову не вмещается, что зимой солнечная батарея может сработать. Действительно, большинство людей считают противозможным. Нет, это просто непонимание. Короче, смотри, фонарь будет стоять. Он сам себя будет рекламировать. Будет куда-то контакты, хотите такой фонарь, он будет охраняемы. Он будет даже с этими охраняться. Охраняться, все будет нормально. Слушай, 80 или 90, разница небольшая. 70 или 80? 65 и 80. Погоди, ты сказал 80? Ну, я 80. Да, вот я к идее, моя идейная поддержка в чем заключается? Что, как бы, если 80 и 90, разница небольшая. Но за эти 10, Ольга, Ольгина 10, Ольгина 10. А что ты мне такую-то сумму? Мало. Слушай, 80 или 160, разница небольшая. Нет, большая. Но когда ты выходишь в сайт и видишь, что можно купить за 65, ну, стандартный подсолнечный фонарь, 65 стоит оборудованный. Так, извини, это же не стандартный. Он не стандартный, но он не стандартный только тем, что здесь использовано изобретение какого-то академгородка. что-то в гаджетах это пределано, оно и натечет на 90. Нет, если, например, сделать... Нет, ну, с фичами на 90 течет, не вопрос. Конечно. Если, например, взять слога не светло на тропинке, а сделать для академгородка рекламную фишку под фонарем, где могут быть разные штуки, типа кошелек искать или целоваться, или приехать со свадьбы. Понимаешь? Под фонарем, да? То есть вот шкафер... Нет, это как будто, знаешь, как будто пьяница варит. Мы немножко это... Мне кажется, что-то немножко о другом говорим. Вот Денис говорит о том, что ему нужны средства для доработки своего неокра, своей батареи. Да. Вот, вот о чем он говорит. Ну, понятно. А мы тут зажглись идеей, что вообще такие фонари существуют. И мы начинаем вокруг этого плясать. Нет, на самом деле он не может найти деньги только потому, что у него нет работающего опытного образца. Да. Вот он делает сейчас работающий опытный образец. Такие фонари стоят 65 тысяч. Такие фонари стоят 65 тысяч без его прилады. А с его приладами дороже. А с его приладами первое. Они в себестоимости сейчас дороже. Естественно. Они же, извините, ручная работа. Нет, ему это для чего нужно? Ему это нужно для того, чтобы заказать на масштабе, передать новую технологию. Заказать на масштабе и такой фонарь будет уже не 65 стоить, а 30. Вот о чем речь. Ну, не будет он 30 стоить. Ну, 40 он будет стоить. А будет продаваться за 90. Не, уже. То есть там же серьезная разница. Потому что это у нас в Сибири к этому относятся какой-то экзотики. А в том же Израиле. Посмотрите. Там домов нету без этих. Смотрите, что сейчас получается. Он критикует, а изобретателей так нельзя. Почему? Это не критикует. Нет, не критикует. Это какой-то... Полотен абсолютно не критикует. Он правильно формирует позиции. Он развивает проект. Я просто говорю о Денисс, об его интересе. Его интерес запустить производство, серийное, масштабное, глобальное производство, инновацию, свой неокрым. А чтобы это дать, чтобы досчитать его, довести до ума, нужны опытные внедрения, опытные разработки. А денег на это нет. И давайте просто сконцентрируемся не с таких фонарей, потому что это зажигает, конечно, сразу, а вот с том, чтобы довести эту идею до такого ума, чтобы именно появились ресурсы на доработку, чтобы стоимость этого фонаря еще больше с ней делать. Ну, вообще, это решение, на самом деле, с учетом того, что Денис хочет, оно очевидно с фонарем как раз. Когда ты ставишь у своего знакомого финансиста вот этот фонарь с видеокамерой, да, и он понимает, что Денис этого получит 10 миллионов, а он получит 10 миллиардов. Ну, это понятно. Примасштабирование. Все, вопрос с финансированием решен. Нет, но дело-то не в фонаре же. А у тебя какая отдельная поддержка была? Как раз в фонаре, потому что это у него... Давайте мы на Денисов работаем. Ты, какое, что ты хотел изначально, у тебя какой вопрос был? Ну, первый, это анонс проекта. Насколько он интересен, понятно. Ну, вот видишь, интересовалась. Я его изложил? Да, и вот. В принципе, второй идейный... В общем-то, требовал... Один из пунктов, где поставить этот фонарь. У меня есть своя рабочая версия, но интересно посмотреть другие версии, где бы я хотел поставить. Ну, в смысле, где можно было поставить. И... Ну... Собственно говоря, тут... Что еще? Тут интересен как раз, ну, привлечение. То есть, вопрос, идейная поддержка на где поставить? Да. Да. И как дать объявление так, чтобы люди дали деньги через конкретно с миру по нитку? Ну, вот это конкретный механизм, который мы сейчас, да, прорабатываем. То, что ты сейчас можешь сделать. Это вообще разные два. Если смотря, где поставишь, там люди сразу принесут деньги и с предоплату на этот фонарь сделают. А с миру по нитки это другое. И, как там, ласковое дитя, тебе двух, на таксах. Одно другому не мешает абсолютно. абсолютно не мешает. Не мешает. То есть, а вот ты сказала, что ты знаешь место... Конечно. А что я вам говорила? Это уже коммерческая идея. Конечно. Конечно. Я знаю уже, конкретно. Я не знаю, у меня сейчас идея вот пришла в голову, что это не освещать фонарь, а может быть, что все-таки это видеокамера в основном. И что это прикол какой-нибудь с видеокамерой связанной. То есть, народный там контроль. Или, может быть, вот как бы там под фонарем целоваться там, чтобы вот было видно. И вообще прийти... Привет миру. Привет миру передавать, да. То есть, может быть, может быть, идея как раз поставить, что... ну как бы такую камеру, а обязательно на солнечной батареи, что эта солнечная батарея будет вот снимать с нефтяной иглы, что вот такое, да. И как бы такой общественный проект, что можно приходить в это место и вообще говорить что-нибудь. Миру, да. Миру и сайт сделать, чтобы на этом сайте все время транслировалось. Не, ну это будет транслироваться на сайте, да. Не, прям включить... Всегда в онлайне. Не, прям включить это в идею. Потому что люди будут давать деньги ну на то, что ты конкретно опишешь. Ну да. Если я читаю, что ага, солнечная батарея, солнечная батарея будет светло где-то, ну знаешь, ну меня это там, ну честно говоря, мало прикола, да. Но если ты говоришь о том, что ты разрабатываешь и хочешь снять с нефтяной иглы, это я сейчас свои мысли говорю, что как бы, что у тебя такая идея, что тебе нужно опытный образец, и что ты вот так вот решил сделать. А для Академы ты делаешь место, мне будет видеокамера, фонарь, ну чтобы было видно. И вообще сайт, на котором там, и вообще приглашают приходить туда и всякие флешмобы делать там под этой камерой. Ну это вот интересный вариант. Понимаешь, что тогда я уже вижу некую большую идею, большую, которую я деньги даю не кому-то, я деньги даю на то, чтобы снять... Не на фонарь даешь. Какого-нибудь хрень там. Можно же еще по-другому сделать. Можно где-нибудь в труднодоступном месте поставить. Не-е-е-е. Это не особо. На каком-нибудь водопаде на Алтайе. Все правильно. Это идея, она что еще раньше, идея поставить на столбы, на водопаде и так далее, она как-то оттуда выросла. Ты туда пришел, добрался, привет, выбирал. Я тоже. Да, вообще в труднодоступном. В таком труднодоступном, что только герои вы понимаете. Вы торгуете своими знаниями, поэтому вы с это скрываете. Правительство в Республике Алтай я знаю вот куда. Вот я говорю, вот это все вот. Хорошо, вопрос. Уже закончилось время. Да. Спасибо за ответ на реакцию. Проект был немножко... Ну, я его проанонсировал, отправил на... Доработку? Ну, на проверку, на модерацию. Как бы мне сказать, надо, конечно, дорабатывать, я знаю, что надо дорабатывать. Вот как бы сейчас есть новые мысли, как это обработать и доработать формат. Ну, усилить фактор, наверное, действительно, коммуникации может быть по видеокамеру. Но, в принципе, еще мне еще интересно было. То есть, мне на самом деле интересно было, я не сказал, технические вещи. То есть, чтобы с видеокамеры шла телеметрия, сколько солнечная батарея выдает? Да, конечно. Непосредственно. То есть, это уже реклама? Это не просто реклама, это подтверждение, что в Сибири солнце энергия присутствует. Что она собирается. Это пропаганда. Да, это пропаганда. Отлично. Вот, связка прошла. Классная как раз. А то, вон, сколько бы отдали, чтобы мы поставили эти вот, видите, какая солнечная система на светофоры. Было, ну, люди не понимали, чиновники не понимали, что, да, там солнца-то мало, светофор работать не будет. А на самом деле, это же вообще ерунда. Все будет работать. Солнце, даже ночью солнце ездит, если аккумулятор стоит. Хорошо. Так, ну что ж, давайте поблагодарим Дениса за пригласный проект.